Наконец-то вышло обновление Extinction. Недавно мы проводили трансляцию с полным его разбором, но не у каждого человека есть возможность посмотреть пятичасовой стрим. Поэтому хочу запустить серию роликов про это дополнение, про дополнение вымирания. И сегодня мы начнем с изучения новых животных, посмотрим на все их виды. И не только животных добавили, еще у нас появились механические существа. На них мы тоже сегодня взглянем. Всем привет, с вами Рирс, и сегодня мы собрались, чтобы посмотреть на всех Дина из дополнения вымирания. Продолжение следует... Имплантом. Расположен город, но его сложно назвать городом, потому что здесь эти постройки расположены, в которые невозможно зайти. Они слабо похожи на дома, больше на какой-то пьедестал непонятный. Не то, что даже пьедестал, какие-то обелиски стоят в середине. Итак, сегодня мы рассматриваем всех животных. Животных много, присаживайтесь поудобнее и поехали за ними наблюдать. Вот они все виды животных, некоторые повернуты к нам задницей, но не все, и один, даже два, не совсем животные, а предметы. Давай, наверное, начнем первым делом обзор именно на дрона. В большей части это обзор на внешний их вид и те места, где они обитают. Как они приручаются, я пока еще не разбирал, но могу сказать, на каких киблах они томятся. Ты просто посмотри на эту морду. Или на эту морду. Почему ты не следишь за мной? Как-то еле-еле поворачивает головеху, чтобы на нас посмотреть. Ты как у котяра. А, это все-таки рога, это не уши. Это такие уховидные рога, можно так их назвать. Или на эту морду. Как она моргает, ты посмотри. Как она детализирована. Или на эту морду. Смотри на эти броушки. Ладно, давай посмотрим на дрона, как его получить. Да легко и просто, на самом деле, его получить. По городу летают вот такие вот штукенцы. Вот так они выглядят. Давай уйдем. Вот, зависли. Вот он, скаут. Вот такие дроны кружат по местности, которая располагается здесь. Отсюда их не видно. Мы сейчас находимся, ну, практически на самой вершине. Ну, не на самой вершине, есть еще, конечно, и выше. Но мы очень высоко находимся. На платформе этого города чудесного. Кстати, мы находимся на планете Земля, если что. И у нас появляется вот такая возможность приручить такого дрона. Они летают по миру. Они безобидные. Вот эти штуки тоже безобидные. Инфорсеры. И достаточно их просто убить. И в зависимости от того, какого уровня дрон, вам будет падать с него рецепт, качество. Можно сейчас продемонстрировать, в принципе, как это выглядело. Сколько-то пижара. По городу расставлены терминалы, в которых можно крафтить этих существ. Вот он терминал, сити терминал. И здесь можно уже крафтить существ. Можно скрафтить инфорсера. И можно скрафтить скаута. Скаут это дрон. И вот, посмотрите, с чего он крафтится. Нужно 20 элементов даста, 30 кристаллов, электронику и металл. Все это можно найти в городе. Здесь, потому что есть такие столбы фонарные. Вот такой столб, допустим, можно разрушать. С него будет падать электроника. Элементовый даст, кристаллы. Ну, электроника сейчас не упала, но она падает. Также можно убить инфорсеров. Человек, он дерется какой-то. Мы сейчас, кстати, находимся на наших серверах. Reverse Games Official Server. В описании ссылочка на них. В кластере у нас 4 сервера. 2 кластера, по 4 сервера. Играйте. Вот еще один сити терминал. Через этот терминал можно трансферить животных. И самому уходить в лучик. Таких терминалов очень много. По сути, это обелиск, либо луч. Так как на карте на этой нет лучей с лутом, то есть вот такие вот штукенции. Здесь лута нет, но можно крафтить в этих штуках. Можно крафтить элементовую пыль. Она делается из элемента, либо из осколков элемента. Итак, с крафтом мы этого дрона разобрались. С начальной его версии. Не так уж много ресурсов нужно. И все эти ресурсы можно добыть в городе. И здесь летает возле чувачка на обычный дрон. Я сейчас хочу его убить и показать, какие рецепты с них падают. Отлично, убил. И вот, видишь, с него падает сумочка такая. А вот она, вот она. Все, мы подобрали скаута. И теперь можно его делать. Давайте крафтится, где он первобытный. Давай вырубим GSM режим. И посмотрим, где его можно крафтить. Ну да, он крафтится, по-моему, в руках. Один раз его можно сделать. И смотри, что нужно для него. 600 элементов. Кристаллов уже больше, 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 больше. И всего другого больше. То есть этот дрон был хорош. Давай его сделаем. Позвольте, какого он качества будет. Левел 115 у него. У нашего левела 1. 5 энергии. У этого 4 энергии. 156 энергии. У этого 150 энергии. 16 и 5 энергии. Пер элемент. 15. Тут 0. Speed Multipler. Range. И range. Короче, это который с крафченной командой. И призываем дрона первого. Вот так он выглядит. Можно переключать режимы. Так он выглядит от третьего лица. Выглядит довольно-таки интересно. Внутри видно, что технология скрещенная немножко с каким-то бионическим существом. А либо нет. Переключаем режим. Смотрим, кто здесь сидит. Привет, Тирис. Здорово-дорово. Давай подсветим его. Крабита его. И до того подсветим, чувачка. И теперь видно вот так, что он светится красным. Можем подсветить себя. Можем подсветить врагов. Врагов он помечает красным цветом. Красным цветом помечаются и все агрессивные Дина. Синим помечаются обычные Дина, которые не агрессивные. Давай посмотрим, какой у него радиус этого дрона. На правой кнопке мышки ускорение включается. Еще включается. Так, low energy remaining. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Радиус меняется. Смотрите, что происходит. Все, начинает коцаться. Идем обратно. Идем обратно. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Стаминки не хватает. Во. Стаминка тратится при использовании дрона. Все, отлично. Два вида обзора. От третьего лица. Обычный обзор. И от первого лица. Обзор, который уже с подсветкой идет. Убираем дрон обратно. Убираем на Е его. Дрон начинает зависать в воздухе. Либо летает рядом с нами. Ну, видишь, он куда-то сейчас полетел. Непонятно куда. Давай мы его призовем обратно. На правую кнопку мышки. Призываем. И он у нас в инвентарь приходит. Он, видишь, сзади. В рюкзачок лезет. Все. Дрон в руке. Все хорошо. Круто, весело, обалденно. Давай призовем обычного дрона. Можно прицелиться. Как следует. Кинуть его повыше. Оп. И полетел. У этого дрона уже стаминки побольше. Смотрим, как может. Оп, 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 оп. Летать в разные стороны просто. 115 уровня дрон. Дрон хороший. И стоит, правда, дорого. Но он бесконечный. Работает бесконечно. По-моему, его можно убить. Но это мы будем проверять уже в отдельном обзоре. Вот такой вот, значит, дрончик. Прикольный. Мне очень сильно понравился. Вот, допустим, подсветим Дина. Которую нам нужно приручить будет, да? Желтым она горит. Видимо, еще зависит от уровня его здоровья. Уходим из этого режима. И видим подсветочку. Подсветочка горит нормально. Нажимаем опять на левую кнопку мышки. И опять переходим в режим дрона. Вот так-то работает. Круто, весело и обалденно. Также со временем дрон полетит к нам обратно. Следующее животное, на которое мне хотелось бы взглянуть, это Газбекс. Я его называю Газовый Мул. Ну, его тоже можно, в принципе, так и назвать. Думаю, также вот так он будет переводиться в одной группе, которая занимается переводом игры Ark Survival и Wolf. Heroids Ark, по-моему, он называется. Игроки могут выбрать сами вариант имени для этого красавца. И больше всего голосов за имя Шептун. Не зря он называется Газовый Корой. Довольно интересное существо. Внешний вид у него похож. Ну, это, по сути, большая личинка, которая немножко мутировала. И на пузике у этого существа мы можем видеть вот такие наросты. Что-то похожее есть на зараженных Дина. Но если горит синим, то значит это зараженная Дина в лучшую сторону, так сказать. На С оно пока ничего не делает. На левую кнопку мышки оно пока может только бить. Бьет крайне мало. Сейчас я призвал топовое Дина. Добывает ли оно дерево или еще что-нибудь такое. Добывает солому. Скорее всего, будет добывать ягодки. Сейчас ягодок здесь нигде нет. Но мы можем куда-нибудь до них слетать. Хотя вот видно, что ягодки есть. Но долбит оно только солому. Примерно как олень работает. Итак, что оно делает, это существо. Можем нажать на правую кнопку мышки. Зажать ее. И оно будет впитывать в себя воздух. И слева появилась новая иконка. Сейчас у многих животных, которые добавлены в дополнение вымирания, появились дополнительные иконки. Которые отображают соответственный параметр этого Дина. Соответственный параметр этого Дина. Кстати, можно еще надеть седло. Но видно, что седло немножко халтурное. Как-то оно реализовано. Очень странно. Просто сверху приклеено, как на скорпиона. И то, по-моему, на скорпионное седло уже переделали. И это седло двухместное. То есть второй человек может сидеть вот здесь на спине. Какого-то существа. Давай сядем. На пассажирское сидение. Вот так. Вот так-то выглядит. И что оно делает? Ну, то есть впитали мы в себя воздух. Можем нажать на С. И при помощи этого выпустить лишний газ. И отбросить животное, которое стоит рядом. Даже можно дружественное животное отбрасывать. И еще кое-что оно умеет делать. Оно может летать. Но это не совсем полет. Это, скорее, такое небольшое плавное приземление. Что-то похожее, когда вы набираете полный шарик воздуха. Воздушный. И отпускаете его. И он начинает так вверх лететь. Вот это что-то типа того. Очень высоко она поднялась. Корова наша в воздухе, она может бить. В воздухе засасывать воздух, собственно, она не может. И все. Все печально. Падаем вниз. Пока падаем, покажу вам, сколько веса у него. 4 900. 4 900 меса можно максимум прокачать ей до 10 тысяч веса. Это очень круто. Ресурсы, интересно, меньше весят или нет? Давай посмотрим какие-нибудь. Да вряд ли они будут весить меньше. Так же весит все. Ну, камень, дерево, я думаю, проверите сами уже, весит ли меньше. Давай немножко еще на ней полетаем. Нет, а штукенции. И вперед. Летим вперед потихоньку. Такой полет поможет вам с кучей ресурсов перемещаться по этой местности. Очень полезное животное, особенно в начальных этапах. Седло на него делается. Давай посмотрим на каком уровне. Нужно бить газбекс. И делается седло. Нет, здесь мы не посмотрим. Значит, здесь нужно. Газ. На 43 уровне. Довольно быстро можно прокачаться до 43 уровня. На старте, конечно, вы его не приручите. Если будете играть с нуля. Но все равно. Там можно что-то сделать похожее. Ягодки он по-прежнему не собирает. Да, дерево, камень тоже не долбит. Дрон прилетел. Видимо, разведчик какой-то. Да, судя по тому, что он завис над нами, это разведчик. Вот. Улетаем. Томится очень долго. Киблы пока неизвестно, какие для него нужны. Ну, я при монтаже, если что, сюда вставлю, какие киблы на него идут. В отдельном обзоре, я думаю, киблы уже на него появятся. Мы его приручим. И посмотрим на его детеныша. Если можно будет его разводить. И где же он обитает. Обитает он практически в каждом биоме. Такой жучок, паучок, личинка. В этом биоме тоже он есть. В начальном стартовом есть. Еще и в пустыне, и в... Вот в этом... Как его даже не знаю, как его назвать. No Man Lens. Она называется. Весланд. В пустошах. Есть пустыня, а есть пустоши. Пустоши то, что окружает город по краям. В пустошах тоже вводится такой жучок. Томится долго. Оглушается стрелами. Обычными. Ну, либо дротиками. Просто вырубается и все, и мы его томим. Хорошо, двигаемся дальше. Следующее животное, которое я хочу вам показать, это инфорсер. Сейчас у него максимальный уровень. Также можно ему влить еще немножко левела. И вы можете обратить внимание над панелью. Над приборной панелью нашего персонажа. И появилось 5 символов. Это значки телепорт. Один символ отвечает за один телепорт этого Дина. Дина может телепортироваться, да. Это, ну, не совсем это Дина. Это тоже существо, которое крафтится. Крафтится по такому же принципу, как и скау. То есть убиваем инфорсера. С него падает рецепт. Мы делаем по этому рецепту одного себе инфорсера. Питается это существо элементной пылью. Томить их не надо. Давай ему прокачаем скорость передвижения. Посмотрим, появятся ли у нас еще новые дополнительные поинты. По-моему, 5 поинтов это максимум. Умея ввиду вот эти вот значки телепорта. Потому что если призвать такой же Дина, только первого уровня. Ну, допустим, первого уровня мы призываем. У него будет всего лишь один значок телепорта. Он сможет телепортнуться только один раз. В зависимости от этого уровня, значков телепорта появляется больше. Ну что ж, вы, я думаю, хотите телепортнуться на нем, да? Ну, давай прицепимся сразу на стену. Вот так это выглядит. Зажимаем правую кнопку мышки. И все, и мы телеппшимся спокойно. На левую кнопку мышки он бьет лапами. На С какой-то щит у него активируется. И еще я вижу, у него начинает идти ярость набираться потихоньку. Так как только ярость спадет в левом, в правом верхнем углу, видно этот значок сердца, как у гигантозавра, тогда мы сможем повторно использовать эту штуку. Разряд энергии. Все, можно телепортироваться. Попробуем телепортнуться максимально вверх. Не получилось. Но можем прицепиться на стену и поползти по стене. Забавный зверек. Забавный зверек. Давай посмотрим на статки. Это топовый зверь, прокачанный на максимум. Почти 300 уровня он стал. И ты видишь, какие у него характеристики. Сейчас на своем экране. Неплохо у него по уронам. Ну вот телепорт. Всего 5 штучек. В подобном, в подробном обзоре мы попытаемся найти топового инфорсера и протестировать его, сможет ли он телепортнуться через какие-нибудь текстуры на какую-нибудь вражескую базу или что-нибудь типа того. Итак, следующий один, о котором бы хотелось мне поговорить, это гача. На гачу есть седло. Гача довольно-таки интересное животное. Можно сейчас посмотреть на его статки. 225 уровня животное. Это топчик на серверах с рейтами Х2. Выше не приручить. И то, по-моему, 223, если томить со 100%... Это со 100% эффективностью, но со 100% эффективностью притомить животное практически нереально. Итак, у него есть навык изготовления. И, вроде как, вот эту штуку нужно ему и качать. Только этот навык. Что это дает? В общем, гача, это, наверное, самое необычное существо в этой игре. Самое полезное, можно так его назвать. Ладно, делаем седло. Седло крафтится у нас на гачу. Давай сразу посмотрим, какой уровень нужен. На 38 уровне крафтится на него седло. В принципе, не так уж и много. Можно прокачаться за час практически. Надеваем седло, и седло у него в виде такой корзины. Садимся в эту корзину. И видим, что наш персонаж реально сидит в этой корзине. Нажимаем на К и смотрим. Вот он. И давай смотреть, что же делает это существо. Оно бегает. Бегает забавно. На левую кнопку мышки оно бьет когтями. На правую кнопку мышки бьет лапы по земле. На С ничего, на Х ничего, на Контрол ничего. На Е слазим с животного, конечно же, как иначе. На Ф залазим в инвентарь. Ну, это все понятно, да? Не прыгает оно. Не прыгает. То есть, вот так. Оп. И оп. Отлично. Ну что, давай смотреть, что же за гача такая. Для начала нужно его прокачать на максимум. Я его прокачал. И все поинты вкинуть ему в крафт. Навык изготовления. Новый параметр, который есть только у этого Дина и у человека. Все. В крафт мы идем. Закидывает 221 на 4 получилось крафта. Давай призовем несколько, посмотрим, меняется ли у них показатель крафта. Можно ли будет найти Дина с максимальным количеством крафта. 118. 132. Слушай, да? Навык крафта отличается от животного. 133. То есть, можно будет найти стоп статом. Именно с крафтом. Зачем же стат этот нужен? Сейчас я вам все расскажу. Мы закинули ему все характеристики в крафт. Теперь давай посмотрим, что он добывает. На левую кнопку мышки он добывает волокно. Добывает камень-кремень. Больше камня добывает, чем кремня. И становится чем-то средним между Анкилой и Дедикурусом. Дедикурус может добывать только камень. А Анкила может добывать флинт, металл, камень и так далее и тому подобное. То есть, камня он добывает. Нет, именно это животное камня добывает больше, чем Анкила. Но меньше, чем Дедикурус. Но еще добывает файбер. И добывает кремень. Может добывать дерево. Тоже в равномерных количествах с соломой. И на правой кнопкой мышки он ударяет по земле. Также можно собирать массово всевозможные штукенции. И еще это существо создано для того, чтобы делать всевозможные вещи. Он может крафтить вещи, ребята. Как гласит пословица из навоза и палок. Сейчас мы забьем ему инвентарь всевозможными ресурсами, которые он может добывать. В настройках можно выбрать один показатель интересный. Продюс. И в зависимости от животного, здесь появляются разные показатели. Такие всевозможные ресурсы. То есть, приручите несколько и посмотрите, какие ресурсы здесь можно будет крафтить. Мы выберем Энни, чтобы он крафтил что-нибудь. И в чем суть? Он ест то, что лежит в нем. Он может есть вообще все, что угодно. Но больше всего он любит... Ну, больше всего он способен есть ресурсы и постройки. Также можно закинуть рецепты, всевозможные штуки. Но он это делать будет очень долго, муторно и так далее и тому подобное. Можно еще ему сделать следующее. Включить блуждание, построить небольшой загончик и закармливать его едой. На нем, на спине растут кристальчики. Из этих кристаллов появляются какие-нибудь ресурсы рандомные из того, что он может делать. Но есть шанс, что выпадет какая-нибудь шмотка. И чем выше навык, тем вещь или шмотка будет лучше. Вплоть до легендарки. Там такое падает, что не в каждом луче можно найти. Приручается он тоже довольно-таки просто. Он приручается пассивным образом. Он ходит по миру. Мы ему дропаем какой-нибудь конвертик. Вот такой. Он его забирает в себя. И тем самым приручается. Приручается он всевозможными видами ресурсов. Постройками. Но любимая еда это помет совы. У совы есть уникальный помет, который отличается от других. И вот этим пометом он приручается. И еще говорят, что если ему скормить этот помет, то он 100% кристальчик родит легендарный. Я сделал столько кашек. Они не стакаются, к сожалению. Давай мы сейчас в него все закинем. И будем смотреть, что же он кушает. Скины тоже все подропаем. Это зараза их собирает обратно. Надо его отсюда увезти. Уведем. Сейчас где-нибудь забагуем. Включим ему блуждание. И пускай он ходит себе, бродит потихонечку. Не знаю, насколько достоверна информация по поводу включения ему блуждания. Но мы на всякий случай мы включим блуждание. Делаем вот так. Включаем блуждание и смотрим. Все. Он начинает кушать. Сидит, кушает. И вот такие кристальчики с него появляются. Мы этот кристальчик, конечно же, и юзаем. Сейчас он появится вверх. Я думаю. Да, вот появился. И смотри. Желтая шмоточка сразу. И получился кристалл работы мастера. Нажимаем на Е. И легендарная штурмовая винтовочка. Ты прикинь. Это жесть. Да, что-то кушает. Смотрим, если кремень на месте. Нет, он скорее всего сейчас кремень съел. Скины, видать, перерабатывает. Ну, со скинов не так много ресурсов ему идут полезных. Посмотрим. Именно с какашками может быть получится. Если нет, то можно обычным камнями, деревом забить. Все, что он добывает, тем и забиваешь. У него забитый инвентарь. Только тем ресурсом. Которому, собственно, и забивали. Ну, ребята, он ничего не ест. Когда ему закидываешь камни в инвентарь, он эти камни ест с удовольствием. Давай пособираем камушки. Биом обитания у него. Приоритет нам идет зеленый. Зеленый биом, который находится под землей. Гатч начала кушать. И давай посмотрим, что же еще выпало. Легендарная на 621 урона топор. О, это просто какая-то дичь, ребята. Я не понимаю, чем они думали, разработчики, когда добавляли такое существо. Ну, конечно, топовая Дина приручить будет. Ну, по крайней мере, найти будет проблематично его. Приручить-то, думаю, не будет так столь затратно. Затратно и проблематично, потому что сова, она срет. Она срет вот этой штукой. Это бесплатно, по сути. Куда кристальчик покатился-то? Родненький. Вот обычный кристалл. В нем какие-то ресурсы лежат. 120 неочищенной соли. Вот так это работает в подробном обзоре. Думаю, мы замутим какую-нибудь ферму из них. И посмотрим, что из этого выйдет. Следующий Дина у нас будет овл. Сноу овл. Сова. Итак, для совы мы делаем рецептик. На седло. Овл. И смотрим, что она делает. Ну, собственно, она летает. Пойдем к гаче. Пока смотрим. Она пикирует вниз, как грифон. И приземляется вот таким вот, так вот эффектно. Взлетим еще разок. Вот уже вижу кристальчик. Что-то синенькое сейчас должно выпустить из него. Легендарные хитиновые перчатки. Нахрен. Ты понял, да? Офигеть. Ладно, пускай пока гача ходит здесь. Давай просмотрим сову повнимательнее. Ты просто посмотри на него. На этого филина. Посмотри на его глаза. Глаза шикарные. Он, знаешь, он больше не то, что даже сова, а он больше бионический какой-то. Механическо-бионический. Он чем-то похож. Вот здесь сзади смотреть. Аргент Аргент. Там старая версия его. В общем, вот такая вот сова. Светящиеся усики. Которые по-любому будут светиться в темноте. Полетели дальше. Летает довольно-таки резво. Маневренность мне его нравится. Можно ему качать выносливость, кислород. И зачем-то можно качать ему опять. Очень много у него здоровья. 3000. Я считаю, что это много для летуна. 3800. Стамина. У него, в принципе, 1600 уже изначально. Он довольно быстрый. Смотри, как летает. Ты видишь? Крутит башкой. У него куриная стабилизация. Если знаешь, что такое куриная стабилизация, то молодец. Если не знаешь, то сейчас покажу тебе. Что такое куриная стабилизация, если найду этот ролик. Then I came across this amazing clip on the internet. I'll show you. Watch us here. Stay totally stationary. As I move his body. Try to do my own chicken Lizzie. I'm surprised. It actually did work. It's the Gallus camp. Let me give you a quick demonstration. The effect is amazing. The jobs have been coming in like crazy. I don't ever leave her at home anymore. На C он не может хватать. На C у него включается вот такой режим. Он подсвечивает. По сути, это инфракрасное зрение. Это тепловизор, ребята. То есть он всех живых организмов будет подсвечивать. На левую кнопку мышки он лупит ногами. Этот удар никого не хватает. На X ничего не делает. На Ctrl ничего не делает. На Alt ничего не делает. На Shift ускорение. Ну, полет шикарный у него. Полет нормальный. Нормальный полет. Ну, просто что-то с чем-то. Летает вверх и вниз. Просто смотри. Не включаем зрение. Видим жертву. Видим, 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 видим. И... Бац! Чё, говорит, пёс? Убил. И он так же хилится, как Аргентайз. Какая же способность у него есть? Так же хилится трупами Дина. И следующая способность, которая у него есть. На правую кнопку мышки... О, он почему-то какашку выкакал через рот. Зачем ты это сделал? Но эти какашки лучше собирать. Ими томится гача. На правую кнопку мышки он превращается... В ледяную глыбу. Вот в такую. Покрывает льдом всех. И... У него заканчивается стамина в этот момент. Давай-ка стамины ему прокачаем. Поэтому, наверное, у него и так много стамины. Потому что она, зараза, заканчивается. Седло у него, смотри, какое. Тоже высокотехнологичное. Какие-то кнопочки на нём есть. Которые, видимо, активируют режим. Но это не совсем птица. Это, скорее всего... Ну, какое-то существо искусственно сделанное. По типу инфорсера. Только у него есть оперение ещё. Да. Видишь, он исцеляет близлежайших... Себя исцеляет и тех, кто находится рядом. Но... Мы получаем обморожение. В этот момент. Давай, GSM уберём режим. А он так не убирается. Убираем GSM. И давай смотреть. Да, мы получаем сразу обморожение. Гипотермия. Здоровье не отнимается. Скорее всего, за счёт этого он восстанавливает наше здоровье. И, может быть, эта хилка, она просто компенсирует... То здоровье, которое по нам... Ну, у нас отнимается. И отнимается у животных. У животных она, конечно же, не отнимается. Давай просадим немножко. Чё там поздоровится у тебя? 6-6-100. Давай посмотрим. Захилит ли она его. Пока есть стамина. Нам холодно, но ничего не отнимается. 6-6-100 было, да? Теперь у него... Да, всё. Хилит. Хилит. И причём неплохо. В общем, такой филинг. Пойдём смотреть, чем томится. Томится он киблами. Но киблами не простыми. А киблами... Хотела сказать золотыми, но не совсем. Появились новые киблы с выходом в обновление вымирания. Эти киблы представляют из себя следующий вариант. Это универсальные киблы, которые крафтятся из яиц. Есть 4 типа яиц. Это большие яйца. Экстра большие яйца. Средние яйца. И специальные яйца. Вы сейчас, в принципе, можете видеть на Википедии, какие киблы относятся к чему, какие яйца. Вот, допустим, большие яйца. Это вот Алазавр, Аргентавис, Мегалодон и так далее. Экстра большие. Это, конечно же, Бронтозавр, Гигантозавр, Кецалер, Экс, Терезина и Ютиранус. Они тоже у них состоятся большими медиумами. Медиум яйца. Додо здесь, видимо, в расчет не берут. Анкила, Барионикс, Карна и так далее. И специальные яйца. Это яйца Титана ОА. И золотые яйца Гесперорис. Для нашего зверяка лучшим киблом является вот этот. Супериор Аугментед Кибл. Нужно большое яйцо. Одно вяленое мясо. Один редкий гриб. Красный кристаллизированный сок, который падает с красных растений, которые я показывал. Которые обитают, в общем, в красном биоме этой карты. И все, и варим киблы. И нужно для него, ну, пока что неизвестно сколько, но чем больше, тем лучше. Вот, собственно, на чем приручается данный зверек. Сову, кстати, можно найти в снежном биоме, который находится вот там. Под этим куполом. Вот в этой симуляции. Двигаемся дальше. Следующая Дина, которая меня интересует, это Вилона Завар, который обитает, ну, я его видел, по крайней мере, вот в том биоме, под тем куполом. Итак, что же делает Вилона Завар? Это, по сути, турелька. Вот так он выглядит. Давай его рассмотрим со всех сторон. Размером примерно как Карна Тавар, как и говорил. Видно, что он детализирован. Покрыт шипами. Очень много шипов у него. На левую кнопку мышки атака лапой. На ходу это делать он не может. На правую кнопку мышки он танцует в жигу-другу и кидается шипами, которые у него есть. И на это все тратится стамины. И теперь нам показывают, что стамины нужно много. И накладывается какой-то кулдаун. Да, накладывается кулдаун. Пока не могу понять, что за кулдаун. Качаем ему стамину. И на С, если нажмем на С, он включается в режим турель. Если нажимать на левую кнопку мышки, то он будет стрелять, пока у него есть стамины. Радионус у него довольно-таки большой. По своим Дино, конечно же, он стрелять не может. И не может... А не, он может ходить в режиме турели. Я думал, он не может ходить. Это радует. То есть, ему нужно качать урон и стамины. Выглядит круто. Все это остается в стене. С этими штукенцами. Когда мы с него слазим, режим турели исчезает. Поведение. Можно у него включить режим турели? Да, включить режим турели. И че? Пойдет он за нами? Нет, он не пойдет. Видимо, он будет стрелять по тем, кто к нему подходит. Выглядит интересно. Раскраска. Если будут какие-нибудь уникальные раскраски, это будет, конечно, круто. Давай попризываем вилонозавров побольше. Он сприндерлс называется. И смотрим раскраски. Раскраски пока... А нет, смотри, отличаются. И причем... Ну, не то, что выразительно. Но отличаются. Стойте здесь. Не мешайте. Это такой синий-черный. Интересный. Итак, чем же он томится? Вилонозавр тоже оглушается. И томится он тоже базовыми киблами. Этими аугментированными киблами. Как они там называются? Короче, такими же киблами. Какими из них? Не понятно пока. Неизвестная информация. Но когда мы будем делать обзор на этого вилонозавра, либо я при монтаже уже вставлю, каким именно киблом он приручается. Итак, он сейчас находится в режиме турели. Предлагаю призвать дудошку и посмотреть, что он с ней будет делать. По-моему, он с ней делает ни хрена. Окей. Давай просто расстреляем тогда ее. По 31. Ни хрена себе. Он лупит неплохо. Вилонозаврик. Классный. Хорошо. Вроде про него все рассказали. Остатки. Давай его глянем. Для пущего эффекта. Вот такие характеристики. Урона у него довольно неплохо. 120 скорости. 300 урона. Да, по урону неплохой. И следующее животное. Это моногарм. Он же верм, он же вирм. Вот такой котяра. Ты просто посмотри на него, а. Ну, лицо. У меня есть кот Семен. Вот он такой же. Вот такая же рожа. Правда, нет таких костяных наростов на нем. Ну, эти наросты были очень похожи на уши. Особенно, если, наверное, смотреть на ютубе. То это очень похоже на большие, такие эльфийские уши. Ну, он выглядит, ну, чудесным образом. Но он тоже видно, что из такого же материала, как и энфорсер. Такие переплетения. Как и есть у Вилонозавра. Как есть у Гачи. И как есть у этого вот зверька. Зверька. Который немножко видоизменен. Видео, как он моргнул прям в душу. У этого котяры. Видно, что он, ну, как бы из плоти и крови сделан. С добавлением небольших примесей. Чешуя у него. Ну, шикарная. Ну, ты просто посмотри, как переливается. Давай призовем таких побольше. Посмотрим, какие вариации их бывают. Так, он называется Ice Code. Ice Jumper. Ice Jumper называется неспроста. Смотри, смотри, смотри. Розовый. Не-не-не, стой, 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 стой. Еще другого цвета. Найдем, как он красиво. Жалко у пчелки в попке. Жаль, что у него вот эти перепонки, при помощи которых он может свои движухи делать, не летают. Итак, делаем на него седло. Моногарм. Давай, какого возьмем? Давай вот этого, который был, его и возьмем. Он, мне кажется, более подходящий для нас. Итак, у нас 225-й. Ну, ты готов к нему? Готов? Узреть, что он творит? Это что-то с чем-то. Я просто уверен, что ты будешь впечатлен. Это гребаный железный человек. Единственное, что мне не нравится, это то, что у него заканчивается очень быстро стамина. Да, все, стамины нет. Он сейчас упадет. И не разобьется. Да, урона он не получает при падении. Итак, что мы делаем? Мы качаем ему стамину, конечно же. Он нам нужен чисто для перемещения. Хоть и урон у него тоже большой. На правую кнопку мышки он может замораживать цели. Сейчас покажу, как это выглядит. На С он тоже может бить. Но для перемещения он просто суперский. Смотри, как он замораживает цели. Он замораживает их в такую ледышку на довольно большое расстояние по меркам игр. В которых есть пвп. Замораживает он, по-моему, я не знаю конкретно на сколько секунд. Но то ли на секунд 10, то ли что-то такое. Это довольно большой период заморозки. Если он действует на игроков, на каких-нибудь, то это вообще шикарно. Смотри. Вот, допустим, летит Птер. Замораживает он практически всех Дина, которых мы видели. А смотри, нет. Газбэк ходит и здесь. Пожалуйста, заморозил. Она еще заморожена. Разморозилась. Хотя нет, слушай. Второй раз. Повторно уже не замораживает. Повторно он только замедляет. На них накладывается внутренний кулдаун. Но когда мы будем делать обзор на это Дина, подробный, то мы разберем. Ну, дамаг у него не очень большой. По 19, что на цепь бить, что вот так бить. Дамаг 19. Я предлагаю прописать ему инфинити стат. И просто на нем немножко полетать. И все. И начинаем свой полет. Здорово. Заморозил, смотри-ка. Давай посмотрим, насколько. Ну, довольно неплохо. Замораживает. Давай. Просто поразвлекаемся. На стриме я практически только на нем передвигался. Ты просто... Ну, ты видишь? Ну, ты видишь, что он творит? Это одно из самых мобильных Дина в игре. Он очень быстрый. Быстрее Дрейка. Единственное, что мне не нравится, что он не может лазать по стенам. Но для такой карты... Для города... Вот можно вот на этой верхушке, я думаю, даже построиться где-нибудь. На одной из таких верхушек. Давай на самое высокое здание заберемся, посмотрим. Для такой карты это просто мастхэв Дина. Кислород. Да, туда нельзя, выше кислород. Удушение идет. Да, нельзя на эту верхушку, нельзя уже, ребята. Фикируем вниз. Здесь-то можно, надеюсь? Но он очень крутой. И внешний вид его, ну, просто бомбезный. Давай посмотрим на него еще раз. Водится такое существо в зимнем биоме. Я встречал их только там. И дикий, он просто безумный. Его будет очень сложно поймать. Скорее всего, нужен будет болос. Либо что-то типа того. Давай посмотрим, что же нужно для его приручения. Какой кибл? Это существо тоже оглушается. И кибл на него нужен какой-то из новых видов киблов. Итак, вишенкой на торте что у нас будет? Как вы думаете? Будет у нас, конечно же, мехи. Скрафтим. Давай три штучки. Скрафтим три штуки, которые нужны. Которые вставляются в него. И скрафтим по... Ну, ты понял почему. Призываем одного. Выглядит он вот так. Это... Ну, это потрясающе, ребята. Это просто потрясающе. Единственное, что мне не нравится, это нет анимации открытия и закрытия кабины у этих существ. Работают они на алименте. И то, что их можно получить на 93-м, на 91-м уровне путем обычного крафта. Не так много ресурсов нужно для их крафта. Но это обычный мех. Обычный мех, обычного качества. Скорее всего, можно будет найти рецепты лучшего качества для этих существ. У нас есть командочка одна, которая поможет нам справиться с этим мехом и призвать себе. Этого меха можно покрасить под ваш любимый цвет. Он может прыгать и тем самым немножко парить. Правда, у него случается перегрев. Выше он взлететь не может в определенной точке. С учетом перегрева у него нагрелись ноги. Нижняя часть его туловища. Там, где он немножко летает. Также, что у него есть? На левую кнопку мышки он лупит мечом. Довольно-таки неплохо лупит. Смотри. 51-го левела мех лупит мечом по 540. Стреляет по 420, но залпом по 3 заряда. И расходуется топливо. Но топливо для него является элемент. Он работает на элементе. Элемента хватает ему не то чтобы надолго, хотелось бы и подольше, но все равно хватает. Можно им пользоваться. Также на него можно нацепить три модуля. Первый модуль это щит. Модули работают на клавишу С. Мы включаем вот такой вот оборонительный щит. И получается урон должен проходить по сути меньше. По нам. Ну как это протестировать? Я даже не знаю. Но скорее всего мы будем тестировать в отдельном видео про этих мехов. Надеюсь, чувак его не томит. Также на С забирается обратно. Либо мы уходим с радиуса этого луча. С этого купола небольшого. И эта штука летит к нам обратно. Следующая штукенция. Это турелька. Работает она вот от таких патрончиков. Нажимаем на С. Переходим в режим турели. Можем крутить на 360, 360. Так, кстати, выглядит наш мех. Персонажа в нем не видно. К сожалению. Я думал, он будет садиться в грудь. Как-то работает стек капсула. У него есть анимация. А у этой штуки анимации никакой, к сожалению, нет. Давай, стрельнем к аптеру. И видим, что он его уничтожает. Просто на урана. Здрасте. Взлетим немножко. Выше он лететь не может. Ниже тоже. Переходим опять в режим. И начинаем шмалять. Агрим на себя гигу. Патронов у нас нет. Хорошо. Следующую. Меняем панель. Меняем вот на такую. Она работает вот от таких уже снарядов. Нажимаем на С. И выпускает множество зарядов небольших, которые дамажат по области. Либо летят в какую-нибудь цель. Если видят перед собой цель. Ну и неплохой урон по области в ПВП. Думаю, будут эти мехи разрывать. Оп. Вот таким образом это все работает. Вот бежит гига. Давай посмотрим, поскольку ты лупишь. Скорее всего, из-за того, что у нас GSM-мод, поэтому по нам не может лупить. Но мы можем по 540, по 545 лупить по гиге. Также можем по ней пострелять немножечко. А можем просто свалить и улететь. Оп. Вот такие вот мы молодцы. На всех животных посмотрели. Титанов оставим тоже для другого ролика, потому что про каждого титана нужно будет проговорить по отдельности. Хотя давай посмотрим на титанов хотя бы мельком. Пустынный титан. Это здоровый летающий титан, который еще не прогрузился. Сейчас он прогрузится. Вот такая вот хренатень. Здоровый скат. гигантских размеров. Летающая махина, на которой вот можно от первого лица посмотреть. Тоже есть две панели, которые позволяют им управлять. Ну, как бы управлять, но вы знаете, что мы уже управляем мышкой. И есть еще вот такая вот платформа. И по этой платформе можно ходить и строить на этой платформе базу. Какую захочешь. Выглядит он таким образом. Обитает он в вот в том биоме. Но он не обитает там, его нужно призывать. Под этим биомом есть пещера. В эту пещеру заходишь, проходишь ее до конца и в конце будет панель. На этой панели призываешь титана и у тебя есть шанс его приручить. Вот такая вот дурмашина. Ребята. Что он делает? На правую кнопку мышки, если мы зажмем ее, мы видим перед собой, что у нас появляется на земле вот такой вот радиус. Если мы нажимаем на атаку, то по идее он должен молниями херачить. Да. Вот бьет молниями. Только очень и очень медленно. И на С так я не понял, что происходит, когда мы нажимаем на С. За нами уже там погоня. Вовсю. Он очень медленный, но он очень большой. Но вы сами видите, какого он размера. Отключаем С. Здорово. Добро пожаловать на борт. За проезд передаем. Конечно. Что дать-то? Я не знаю, анекдот можешь рассказать. Если знаешь, там на Виверне он летят уже. Его поди... Слышно на всю карту, когда призываешь? Или видно? А, да, его видно, слушай. Его видно на карте, оказывается. Когда призываешь Титана такого. Прикольно. Да, да, да. Его и так видно. Обзор. А на карте. Охренеть, слетели сразу. Чего? Чего нельзя? Ну, полетели. Такие дела. Томится он, значит... По-моему, такой Титан навсегда. А, вот как это делается. Все, я понял. И отнимается у него, по-моему, ХП за атаку, за каждый, нет? А, заряды у нас закончились, да. Вот. Видно, что в левом углу заряды располагаются. В общем, такой Титан. Такой Титан может быть один на карту. Если его кто-то уже приручил, то его никто не сможет призвать. Вам игра будет говорить о том, что его невозможно будет призвать. Ну, и даже команда его нельзя будет заспавнить. Так что, если кто-то уже притомил такого Титана, то я бы не смог его призвать. Давайте его уберем. Он нам больше не нужен. Нестрой мой Таргет. Взлетай. И призываем следующего Титана. Лесной Титан обитает в подземном мире. Ну, призывается он по той же технологии, что и другой Титан. Давай-ка сядем. Ой, твою дивизию. По-моему, я призвал его в текстуры. Призываем. Вот такой гигантский Энд. На нем тоже есть платформа. Находится она с жопы. На жопе можно строиться. Седло у него вот с этой стороны. И вот так он выглядит. Все они 1500 уровня. 2250 после превращения они становятся. Это стандартный их уровень. Смотри, просто в лодку можно заглянуть. Давай сядем, посмотрим, как вид из кабины выглядит. Он очень медленный. Он не ходит с шифтом. Они отходят по чуть-чуть. Вроде разгоняется потихонечку. Да-да-да-да-да, может. И по такой же технологии. То есть, его нужно призывать в биоме и потом томить. На нем тоже должны, по идее, зараженные объекты появляться. И все круто, весело, обалденно. Вот так он выходит в режим щита на пробел. На левую кнопку мышки простой удар рукой. На правую кнопку мышки появляется прицел. Да, можно, кстати, менять положение камеры. Смотря с какой стороны вы захотите на нее смотреть. Так, ну давай, вот. На правую кнопку мышки нажали, отпустили. Он кинул руку быструю свою. Взял Дина в руку, швырнул и 15 косарей в него влил. На С. На С он хилит. И бьет еще по 2 с половой. Ауешкой. По идее, он должен хилить на С. Рут атак из кулдаун, да. Атака в кулдауне теперь идет у нас. Все. Вот такой гигантик. Забавный. И давай призовем еще одного. хайджим. Это ледяной. Самый распиаренный, самый известный, про кого показали больше всего информации. Вот такая вот горилка. Кутая веселая, обалденная. на стриме мы его даже приручили своими силами в одно лицо. Итак, что-то у него напутано с анимацией. Давай, распутывайся. На пробел, что он делает? На пробел, это дура. Прыгает, как смерть с косой и дамажит всех АОЕшкой. На правую кнопку мышки зажимаем, отпускаем, он кидается ледяной клыбой, ледяной привок. На левую кнопку мышки обычная атака. Все это очень медленное, но очень вольно дамажит. Кстати, подобные титаны существуют в игре Conan Exire. Это, ну, не то, что даже клон, но очень похожий. Очень похожая игра на Ark Survival of the Wolf. Там даже появилось приручение только во вселенной Конана. И там изначально уже были такие титаны. Мне кажется, понятно, откуда посмотрели разработчики эту идею. Ну, и ничего, немножко из Тихоокеанского рубежа. Да, и на С у него дыхание. Также, платформа, на которой можно строиться и все прочее, прочее, прочее. Хочу посмотреть, что это такое. Что за ресурс? Если его, конечно, можно добывать. Угу. Два раза его можно добывать. И да, ледяное дыхание замораживает всех вокруг. Вот, пожалуйста, замороженное животное. Убили. Круто, да? Убираем титана, чтобы не засорять карту. Думаю, на этом можно завершить сегодняшнюю серию. Всем огромное спасибо за то, что посмотрели. Надеюсь, новые Дина вам понравились. Пишите, какое... Ну-ка, можно говорить? Пишите, какое Дина вам понравилось больше всего в комментариях. А мне понравился бил. Он же Моногарм. Ну и, конечно же, гигантские роботы. А, ну да, еще забыл вам показать одного. еще есть вот такой. Зовут это существо Мега-Мег. Мега-Мех. Выглядит он вот так. Он не может прыгать, не может бегать. На левую кнопку мышки ничего, на С ничего. Но единственное, что он может, это бить либо кулаком, либо мечом. гигантский робот. А вас жду на наших серверах. Всем счастливо. Всем до новых встреч. На серверах ссылочка в описании. Торопитесь, пока у нас идет еще ПВЕ режим. Все, ушел. ПОДПИШИСЬ.